всем привет дорогие друзья доброго времени суток это рубрика подкаст бомжом вот и небольшое видео по поводу валоранта ну прежде всего для прежде всего для моих подписчиков конечно которые смотрят для зрителей с которыми что-то интересно мое мнение потому что часто спрашивает и конечно каждому объяснять это запаришься вот если ты случайный зритель который зашел любит очень валорант или ненавидит не обязательно это видео смотреть потому что я не хейтер валоранта я не его любитель я просто человек который стримит и которым цен задают вопрос один и тот же и будет приятно если человек сможет где-то найти ответ на этот вопрос и так ли по поводу валоранта естественно без записи без всего без сценария поэтому скорее всего мысли будут путаться порядок повествования будет немного закручен неправильно но основная суть основная суть понравилась ли мне игра нет буду ли я в нее играть нет хорошая ли эта игра определенно да игра широкого потребления такая же как кс как дота как тот же лига легенд и рай это естественно делают игру на широкую публику почему я говорю что она хорошая потому что райты сделали технически и и хорошо то есть там уже на паблик сферах 128 тик рейт кс например до сих пор 64 до и для пабликов не делают хорошие серваки но это такая знаете казуальный игрок даже вообще пофигу на это fps зашкаливает в игре к визуалу как относиться это каждому свое ребят столько примеров того же фортнайта до который казалось бы визуал в снг сначала воспринято что это типа ракета синяя желтая зеленая а потом раз и все играют весь мир играет самая популярная игра в мире и таки выстреливают жестко визуал и все остальное вкусовщина я говорю а вот технических каких-то вещах сделана игра отлично отличный fps рай это уже запостили в своем твиттере что они будут делать лиги что уже значки лиги до который мы все ждем в варкрафте до сих пор ни слуха ни духа райт и бета но уже в твиттере есть пост как там будет выглядеть мастер-лига и так далее вот то есть завидую так же как с фортнайтом по сути меня было я вижу что игра растет игра на хайп и популярна но естественно я в нее играть не буду чуваки ну кто ждет что я буду играть нее это игра широкого потребления такая же как counter strike это каждый день плюс-минус одно и то же те же каточки те же заплентил разди фьюзил заплентил разди фьюзил год подряд и все такое ребят это игра нацеленная на киберспорт на не на стримы эта игра не ну моё мнение не для стрима вот я естественно не играть не буду скорее всего сейчас все в нее ломанулись типа за хайпом за якобы зрителями хотя зрители вообще на этой игре нет практически естественно у стримеров у которых подключены дропсы у них онлайн до небес и они думают что это живые люди смотрят поэтому они как бы на этом но я как стример вам говорю что я признаю это чувство да у тебя ты чувствуешь что все идет круто и те похер ты играешь у тебя тебя подпитывает вот это чувство что много зрителей что ты кому-то интересно и так далее ну вот любой стример меня поймет в этом плане но на самом деле если посмотреть зрителю которых нет дропсов там стримеров не дроп там по зрителям все уже уже игра только вышла по сути да и только еще не вышло уже зрители маловато соответственно переходить в эту игру мое мнение должны таланты которые действительно разваливают шутерах который у которых есть уже желательно 5 человек в стаке и которые готовы к тому что райты будут делать турниры тем самым строя новую историю новой игры да вот почему мы все любим кс например у кс просто колоссальная история который идет из клубов 20-летней давности доходит до симпла который вот недавно выигрывает мажор и все снг болеет все радуются он нереальные вещи творит он его команда там не только символ естественно и мы все у нас понимаете у нас есть вот это атмосфера атмосфера вокруг кс-а родная такая даже я не играю в кс хотя тоже вот я не считаю как с плохой игру но я в него общение играю потому что это не то для меня я все таки хочу что-то более 1 расслабляющее понимаете не знаю в какой степи пошел в общем что я хочу сказать что я хочу сказать еще раз мысли будут путаться еще и сутрица ведь еще как бомж выгляжу не побрился я брюс каждый день вы замечаете вот в общем игра хорошие играть в нее не буду на стримах и и скорее всего смотреть никто не будет у других стримеров если вот но никто ладно не вымирит никто смотрите и будут мало меньше даже думать чем какую-то колду или папка ну что в колде ли папку все-таки история какая-то на стриме более простая что ли да тут когда пять человек дым браке а ты мне прокинул а меня убили на б на б на выводы куда все ну как стрим пока вот представьте стрим пока лесу но только при этом играет не симпа с пацанами с егором кридом и все ржут а играет просто ну типа пацаны которые другие дисциплин пришли и чисто мое мнение я не не пушу ни в коем случае чистом и мнение что это не очень зайдет в снг по крайней мере точно но я могу ошибаться и я скажу в каком случае скорее всего я ошибусь если рает и внезапно выстроить нереальную просто стратегию очень динамично будут сказать обновления турниры и патчи и венты что самое важное с контент-креаторами до которые допустим и горк риплот недавно играл симплом они там раз замут егор крит против саммита йома все раз там будет зрители много у егор креду саммита будет меньше скорее все ну вы поняли да суть то есть в случае если рает и а а я ра это плохо знаю честно говоря потому что вышел тфт я что-то не слышу если там турниры но может быть я просто не хочу слушать вот но короче если рает займутся этой игрой вплотную туда наверное наверное есть смысл врываться если ты в принципе молодой и горячий но в кс и не пошло или по каким-то причинам кс у тебя не идет не нравится туда валорант наверно дисциплина который может тебе зайти и может ты станешь новым симплом тоже через какое-то время вполне вот меня просто извините кого-то там пригорит за мое мнение там но просто меня спрашивают постоянно да типа кекс учу обсираешь валорант я не обсираю но с чего вдруг я буду играть валорант вы и чё у меня на канале записи по кс блин видите я играл в овервотч да но мы играли с пацанами в шестером так чисто поржать я не исключаю что мы валорант тоже зайдем там потом с дредом и несом там не знаю смелом и тоже поржок типа но я но это же не значит что я буду сейчас семь дней в неделю играть валорант это не то совсем конечно же а вот и плюс кто меня знает хорошо знаешь что я не люблю командный киберспорт давайте то есть я не могу сесть на стриме поболтать с людьми параллельно разваливать что-то потому что мне нужна команда для этого я люблю все-таки одинокий волк я люблю посидеть пообщаться счет им параллельно чтобы поиграть это лучший формат для меня командные игры в этом плане ты должен уделять много времени своим тиммейтом а мой тиммейт главный это чат и стрим вот сейчас я вспомню что еще могу пустить извините что в перемешку все но это формат канала на данный момент пока я тубом сильнее занимаюсь выписываю такие подкастики в принципе все то есть единственное кстати забавно как выглядит вкладка твича в ларанте множество стримеров крутых пишут все дропсы чтобы эти школоту это конечно ну как бы ну понятно здоровое желание иметь больше зрителей но чуваки выглядит это ну мягко говорят типа обманываешь кого-то чтобы те зашел на канал срок поймешь ты его на обманул зачем это делаете хера знает вот а так целом еще раз подводя итог кто просто может быть начало промотал в конец думаю что там будет реклама или вступление еще раз подойдет игра технически отличная много фпс много эти крейта рай это уже делают лигу вообще дай бог здоровья мне в мою какую любимую игру такое такое отношение вот фортнайте тоже было так круто но просто я не фортнайт не валорант но не могу много играть но не мое кого рай там респект за это и судя по всему они действительно будут двигаться в правильном направлении посмотрим как зайдет а вот по поводу этой игры по поводу игры еще раз хорошая игра да для меня это игра абсолютно нет абсолютно нет командная во-первых если бы хотел играть об все-таки к с нами пошел я пять лет назад стриму к с плотненько там пару месяцев у нас даже стрик был неплохой 210 кто помнит с настюхой но неважно короче я естественно играть не буду но может быть как мы с ребятами залетим на данные даже нравилось наверное пробиваться ни в коем случае не хочу надеюсь там дренис компашка там скрыть приятно пробьется всем удачи кто хочет покрывать для себя новую дисциплину не забывайте что для тех кто имеет какую-то ответственность там перед не перед зрителями а перед собой скорее да вот кто стримит игры разные не забывайте ребята что если райты будут делать крупные турниры и райты будут плотно этим заниматься вы не думаете что вам просто отдадут все призовые потому что вы только зашли тонна сразу полезет крутых человек крутых организаций и вы можете потерять аудиторию или потерять допустим себя на стриме там и вписавшись замес не по зубам вот у меня просто вижу как много ну а не бой это другая эта тема для другой подкастика в общем спасибо всем это был подкаст бомжом надеюсь я просто расставил точки над и свое отношение к игре буду стримить или нет и люди мне просто перестанут задавать вопросы или я просто буду посылать сюда все извините что канал немного заброшен буду хочу сам побольше таких видосов выпускать никому не нужного мнения и параллельно работаю над тем чтобы контент-мейкер обрабатыватель контента появился тоже на этом канале и чуть поплотнее будем заниматься все спасибо что ребят за просмотр пишите свое мнение как вы считаете никого не хотите добра и позитива всем конечно более позитива в том числе и это лишь мое мнение и ваше мнение конечно же может с ним не идти по одной прямой но может идти в параллели может быть пересекается где-то пишите в комментариях и разберемся спасибо большое за определенное время спасибо спасибо спасибо